Самара готова делиться накопленным опытом налаживания взаимодействия институтов гражданского общества с властью, некоммерческими организациями и бизнесом. Это происходит за счет выстраивания партнерских отношений и создания благоприятных условий для деятельности и плодотворного сотрудничества. В регионе реализуются проекты, которые находят широкую поддержку общественности и выходят по значимости за пределы Самарской области. Проект «Джона Героев» в поддержку участников СВО. Волонтерские проекты, которые стали основой для внедрения в образовательный процесс Самарского колледжа федеральной программы обучения служения. Губернаторский проект «Содействие», который реализуется во взаимодействии с органами территориального общественного самоуправления. Проект «Школьное инициативное бюджетирование», появившийся на базе одной из самарских школ, получил свою поддержку общественности и теперь внедряется во все общеобразовательные учреждения Самары. Эти и другие проекты реализуются при участии общественной палаты Самары. Сегодня действительно во многих регионах накуплен уникальный опыт и только через общение можно понять, принять и пользоваться достижениями коллег. Для общественной палаты Ижевска это первый визит в Самару. По словам председателя палаты Александра Бодице, опыт выстраивания вертикали власти в тех городах, где налажено взаимодействие общества и власти через общественные палаты, интересен и уникален, особенно с учетом того, что не в каждом областном центре существует такая прослойка. То городское руководство, которое принимает для себя, которое создает такой общественный институт, соответственно, готово расширять вот эти взаимодействия, связи с общественниками, видеть, слышать все это, вносить, исходя из этого, какие-то коррективы в свою работу, открываться для общества, для жителей. Это очень хорошая власть, хорошие города, на мой взгляд. Поэтому это уже интересный опыт, в том плане, какие муниципалитеты делают этот шаг, какие муниципалитеты готовы к вот этому взаимодействию со своими общественными организациями, со сообществами, с третьим сектором. На экспертной сессии коллеги из общественных палат обменялись опытом работы в своих городах, рассказали об отдельных проектах, нашедших отклику общественности. Первый день визита делегации завершился экскурсией в Самарский областной художественный музей. В роли гида, директора музея и член Самарской общественной палаты Алла Шахматова. Я делилась не только знаниями о музее, но какими-то интересными историями из жизни нашей общественной палаты. И это такой был, мне кажется, даже не экскурсия, а какой-то живой экспром. На второй день визита в Самару участники делегации общественной палаты совершили прогулку по парку «Дружба народов». Здесь представлены дома, предметы быта народов, проживавших на территории Самарской области. В каждом доме свой хозяин или хозяйка, который в национальном костюме рассказывает о своем народе. Это тоже члены общественных организаций. Особый интерес у гостей вызвал дом, где представлена экспозиция их родной народности – удмуртов. Такое чудо случилось сегодня, когда мы зашли в Финогорский дом. Первый этаж посвящен удмуртскому народу. И девушка, которая там работает, она оказывается из нашей деревни, откуда я родом. Для меня это было таким чудом – встретить на Самарской земле, вообще на свою родню практически. Поэтому это вот такое чудо. Во время визита общественные палаты Самары и Ижевска подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В его основе – стремление сторон развивать и укреплять институты гражданского общества, расширять общественные связи и обмениваться опытом. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.